В Бурятии разгромлена крупная банда черных копателей нефрита. Задержано около 40 человек. На нелегальном прииске обнаружено 5 тонн ценного минерала, но эта банда лишь одна из многих. Объемы незаконной добычи нефрита в республике оцениваются в десятки тонн ежегодно. По сути, едва ли не вся отрасль находится в руках преступных группировок. Мафия получает доход даже с легальных предприятий. Репортаж Елены Ерофеевой. К нефритовому карьеру в Акинском районе Бурятии опергруппа разведки добиралась неделю. Обходными путями сквозь непролазную тайгу. Карьер, затерявшийся в безлюдных местах, все-таки нашли. Почти полсотни рабочих ввели нелегальную добычу нефрита. С места происшествия 5 тонн нефрита было изъято. Предварительная оценка изъятого составила 25 миллионов рублей. В распоряжении копателей были мощные экскаваторы и спецоборудование. Рабочие месяцами жили вот в таких постройках. Нехитрый быт, спартанские условия и прибыль на десятки миллионов рублей. В Бурятии расположено 13-16 разведанных месторождений нефрита. Они обеспечивают 90% общероссийского объема его добычи. Но часть отрасли работает в тени. В Закаменском, Тункинском и Акинском районах Бурятии добывают зеленый нефрит. Его стоимость на черном рынке составляет 500 долларов за килограмм. Контролируют добычу в этих местах иркутские ОПГ и местные бандиты. В Баунтовском и Муйском районах распространен особо ценный белый нефрит. Его стоимость достигает 3000 долларов за килограмм. Криминальный контроль в руках улануденских, читинских и московских ОПГ. По некоторым данным, контролировал добычу нефрита в Бурятии ставленник деда Хасана Ильшат Иванов по прозвищу Садык. Его называли нефритовым королем. Вот что нашей съемочной группе рассказал местный предприниматель, который пытался наладить легальную добычу этого полудрагоценного камня. Сам Садык, они занимаются нефритом. Вот в лес, допустим, если едешь, где добывают нефрит, ты обязательно должен заплатить Садыку 10%. В 2012 году Ильшата Иванова арестовали. Ему предъявили обвинение в вымогательстве. Он до сих пор под следствием. В интернете появилась видеозапись очной ставки Иванова с одним из участников ОПГ по прозвищу Роган. Во время этой беседы Садык в бешенстве бился в клетке, как зверь, готовый разорвать оппонента. Криминальный авторитет деспублики Бурятия. Без его беда ни один вопрос не решается. После убийства деда Хасана в Бурятии началась волна передела сфер влияния. В феврале 2014 года на нефритовом прииске в Акинском районе произошла перестрелка. Два человека погибли. На дороге, ведущей от карьеры, полицейские задержали несколько автомобилей с вооруженными людьми. Вероятно, они пытались покинуть место криминального конфликта. На сайте Infpol.ru опубликовано интервью с одним из нелегальных добытчиков нефрита. А на ним сообщает интересные подробности теневого бизнеса. Все деньги уходят на общак, из которого и выделяют деньги рабочим. В среднем выходит от 600 тысяч до миллиона рублей в сезон. На каждого. Вывозят нефрит КамАЗами. Говорят, раньше даже вертолеты задействовали. По 50 тонн за сезон порой вывозят. Сейчас там копают в огромных масштабах. В свое время в связи с криминальным нефритовым бизнесом упоминалось имя бывшего главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры. Однако прямых улик против него не было. Правда, генерал все-таки угодил под следствие. Его заподозрили в причастности к контрабанде в Краснодарском крае, где он прежде занимал должность начальника Азово-Черноморского УВД на транспорте. Что касается нефритовой лихорадки, то остановить ее очень сложно. Ведь работают на приисках не копатели-одиночки, а целые бригады, которых нанимают представители криминальных структур. Елена Ерофеева, Денис Патвейчиков, Вести, дежурная часть.